Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Машенская Наталья Алексеевна. Я являюсь старшим преподавателем кафедры педагогики и психологии Казахстанского Американского Свободного Университета. И я бы хотела представить вашему вниманию лекцию на тему Данте Алигери и его «Божественная комедия». Данная лекция будет записана в рамках проекта «Юбилей книги». И давайте начнем. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще, но, благо, в нем обретши навсегда, скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда. Настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа. 1321 год. 700 лет прошло с того момента, когда Данте Алигери закончил свою божественную комедию. Она принесет автору мировую славу. Труд своей жизни Данте писал почти 14 лет и назвал просто комедией. А вот прилагательное «Божественное» к нему добавил первый комментатор произведения Джованни Бокаччо, автор Де Камерона, который желал подчеркнуть произведение в совершенную форму. «Божественная комедия» была переведена за время своего существования, это 700 лет, на множество языков. На русском языке она появилась впервые в XIX веке. Ну и на русском языке классическим считается перевод, который выполнил Михаил Лозинский в 1945 году. Ну и, кстати, за этот перевод он получил государственную премию. Труд Данте Алигери дал почву для создания многочисленных произведений искусств. Это байроновская поэма «Пророчество Данте», это соната «Листа по прочтению Данте», это симфоническая поэма Чайковского Франческо Доромини, это рахманиновская опера «Божественная комедия», ну и сейчас я назвала только самые монументальные постпроизведения в мировом искусстве. Ну и давайте начнем беседу о Данте с его биографии. Что нам известно об одном из самых выдающихся поэтов и мыслителей эпохи Средневековья? О судьбе Данте Алигери сохранилось мало информации. Еще меньше информации подтверждены документальными источниками. Одним из первых, кто начал исследовать жизнь поэта, был выдающийся писатель раннего возрождения Джованни Бокачи. На основании его трудов и автобиографичных текстов самого Алигери проводились многочисленные научные работы историков последующих эпох. Не нужно забывать, что все перипетии в судьбе Алигери, равно как и формирование его мировоззрения, нужно рассматривать через призму, через фокус бурных политических баталий, которые развернулись в Средневековой Италии. Рубеж XIII-XIV столетий – это раздробленный на множество мелких городов, государств и княжеств регион, где жил Данте. Данте и его современники переживали непростой период. Вокруг них существовало отсутствие единства власти, постоянные противостояния между папским и императорским правлением. Ну и, конечно же, мы делаем с вами вывод, что неутихающие политические волнения во многом задали трагический тон жизненного пути поэта. Ориентировочной датой рождения Данте Алигери считается 1265 год. Он появился на свет во Флоренции, тогда это был один из самых передовых городов Италии. Согласно преданию, предки великого поэта происходили из знатного и состоятельного римского рода и сыграли весомую роль в становлении тосканской столицы. Сохранившиеся до наших дней рукописи свидетельствуют о том, что прадед Данте принадлежал к аристократии и был посвящен рыцарю. Очень противоречиво мнение исследователей биографии Данте Алигери относительно того, какое он получил образование. Существует версия, что в 80-х годах 13-го столетия Данте был студентом Болонского университета, самого престижного учебного заведения Европы. Творческое наследие Алигери говорит о том, что у него был высокий уровень просвещенности. Он был глубоко знаком с работами античных авторов, с литературными творениями своих современников, прекрасно ориентировался в естественных науках и на протяжении всей жизни занимался все время самообразованием и постигал новые горизонты знаний. Главным учителем и наставником Данте Алигери его имя очень часто упоминается с большим почтением самим поэтом, был флорентийский литератор, ученый, энциклопедист и видный политические деятели брунеттого тени. До сих пор ученые спорят о том, когда именно Данте начал писать. Одни исследователи утверждают, что его становление в творчестве было под влиянием стихов известного итальянского поэта Гвиттони Дореца. Но сам Данте, попозже давая оценку своей деятельности, отрицает этот факт. Особую роль в становлении Данте как художника, как поэта, сыграла литературная школа Дольче Стельного, характерной особенностью которой было воспевание неземной любви к женщине и философское видение в величавом образе возлюбленной высшей божественной сущности. И вот с итальянского перевод этого направления звучит как сладостный новый стиль. Ярких представителей необычных для того времени стихотворных форм Гвида Кавалькатти и Гвида Гвицетелли Олеггери считал не только друзьями, но и главными учителями лирики. Первый сборник произведений Данте состоял преимущественно из сонетов и небольшого фрагмента прозаического текста. Он вышел в свет примерно в 1283-1293 годах. Книга была написана на итальянском языке и носила название «Новая жизнь». Дебютные произведения Олеггери заключают в себе все элементы Дольче Стельного, изящество словесных форм, одухотворенное любовное чувство, философские подтексты, мистицизм, сложность образов, риторичность. Сам Олеггери признавался, что его рождение как поэта произошло благодаря его глубокому чувству и образу к женщине, которую он бережно хранил в своей душе на протяжении всей своей жизни. Имя своей прекрасной возлюбленной, конечно, вы все, кто интересуется творчеством Данте, ее знаете, это имя Беатриче. Данте увековечил и сделал его практически нарицательным. И давайте поговорим немного о Беатриче Партенари, единственная и настоящая муза поэта Данте. Полкие чувства Олеггери, близкие к обожествлению своего объекта страсти, стали хрестоматийным примером глубокой платонической любви. Очень мало доказательств, свидетельств, которые нам бы рассказали, кем была Беатриче. Со слов Джованни Покаччи, Беатриче приходилось дочери известного филарентийского банкира, которые жили по соседству с семейством Олеггери. А вот теперь хочу вам рассказать один факт. На самом деле, Данте со своей возлюбленной общался всего лишь два раза в жизни. Их первая судьбоносная встреча произошла в раннем возрасте, когда будущему поэту было всего 9 лет, а маленькой Беатриче 8. Уже тогда у маленького мальчика в его сердце зародилось высокое чувство любви к этой девушке, к этой девочке. А второй раз они встретились и поговорили на одной из улиц Флоренции спустя годы, когда Беатриче уже была замужней дамой, и ее любовь Данте к ней вновь с большей силой восплывала. Жизнь Беатриче оборвалась очень рано. Она умерла в возрасте 24-25 лет. И, конечно же, это событие было огромной трагедией для Данте, и едва ли он сам не умер от этого события. Через два года после смерти Беатриче Олегерий женился на девушке Джейми де Монетта Данати, дочери влиятельного политика. По сути, это был брачный союз, свадьба по расчету. Для той эпохи это было довольно типично. У пары было двое сыновей и дочь. Большую часть своей жизни супруги жили отдельно. Примечательно, что, увековечив имя Беатриче, Олегерий ни разу не упомянул имя жены ни в одном из своих произведений. Следуя семейной традиции, Данте был активным участником событий на политической арене Флоренции. Первые упоминания о Данте как о государственном деятели относятся к 1294-1297 годах. Неравнодушный к судьбе родного края, к Флоренции, Данте очень часто выдвигался на почетные должности, участвовал в написании законов, выполнял дипломатические миссии, которые были непростыми. В 1300-1301 годах он был избран в коллегию приоров. Это такой орган власти, очень похож на современное городское правительство. Между двумя враждующими политическими силами, которые главенствовали во Флоренции, гвельфы, которые выступали за единство страны, и понтифики, то есть гибелины, возникло противостояние. Гобелины поддерживали власть императора Священной Римской империи. Позже в самой партии сторонников папы, господствовавшей в городе, произошел раскол. Она тоже разделилась на черных и белых. Черные по-прежнему поддерживали церковников, вторые все-таки ратовали за независимость Флорентийской республики от указов высшего духовенства и рассчитывали на укрепление монархии. Алигьери относился к белой фракции гвельфов и оставался правящей силой до военного переворота 1302 года. После этого военного переворота Данте был изгнан. 20 лет, почти до своей самой смерти, Данте Алигьери странствовал в разных уголках Италии, но не оставлял надежды вернуться на родину. Все попытки вернуться оказались тщетными. Полный тревожных чувств он продолжал творить свои великие произведения даже в условиях скитаний. Поэт жил в Вероне, в Болонии, в Улмиджане. В 1309-10 годах Алигьери нашел пристанище в Париже, но через непродолжительное время он покинул Францию. В это время германский король Генрих VII предпринял поход на Италию. Он был одержим идеей восстановить там полную императорскую власть. Амнистировал изгнанников противоборствующих партий, пытался примирить конкурирующие аристократические кланы. Данте, видевший в сильной монархии спасение для Италии, проникся очередной надеждой вернуться во Форенцию. Но Генрих VII умер в 1313 году а вместе с его смертью ослабли перспективы изгнанника вновь обрести родину. По некоторым источникам Данте было предложено вернуться в дорогой для его сердца город, но он должен был публично отречься от политических идеалов, но Данте был гордым и верным своим убеждением, и он отказался проходить эту унизительную процедуру. В 1315 году Синьория вынесла повторный смертный приговор и вместе с ним навсегда развеялись мечты Данте вернуться во Форенцию. В 1316-17 годах правитель города Ревенна Гвида-Новелла де Палента принял Алигьери, предложил ему должность при своем дворе. В произведениях, созданных в период ссылки, Данте выступал как исследователь, литературовед, просветитель, философ и богослов. Он написал трактаты, посвященные народному языку, общественной политической тематике, принципам морали средневекового общества вопросом свойств души и интеллекта. Скончался Данте Алигьери в 1321 году от малярии, которой он заразился, возвращаясь из поездки в Венецию, где он был с миротворческой миссией как посол правителя Ревенны. Был похоронен Алигьери в базилике Сан-Франческо с большими почестями, которые достойны великого гражданина своей страны. А позже его прах был перенесен в построенный недалеко от церкви мавзолей, называется он Гробница Данте. Итак, библиография произведения Алигьери включает в себя следующие работы. Незаконченный философский трактат Пир, написанный примерно в 1306 году, в нем изложена критика морально-этических норм, а также предпринята попытка сделать глубокий анализ поэтики языкознания. Незаконченный лингвистический трактат о народном красноречии, он относится к 1303-5 годам, состоящий из трех частей трактат Монархия, написанный в 12-13 годах XIV века на латинском языке. Повествует он об идеальном с точки зрения Алигьери общественно-политическом строе. И поэма Божественная комедия, созданная в период с 1306 по 21-й годы, считающаяся вершиной творческого пути. Ну и давайте мы перейдем к истории создания Божественной комедии. Данте трудился над ее созданием почти 15 лет, успел закончить последние строки незадолго до своей смерти. Первое печатное издание увидело свет в 1472 году. Произведение состоит из трех частей, каждая из частей включает в себя 33 песни. Это ад, чистилище и рай. В тексте поэмы встречаются как просто народные выражения, так и высокопарная лексика литературного языка. Особенности стиля это обилие аллегорий, они наполнены глубокой смысловой насыщенностью, живописностью, реалистичностью и драматизмом. Все события повествуются от первого лица. О мой поэт, ему я речь повел, молю творцом, чьей правды ты не ведал, чтоб я от зла и гибели ушел, яви мне путь, о коем ты поведал, дай врат Петровых мне увидеть свет и тех, кто душу вечной муки предал, он двинулся и я ему во след. В основе сюжета божественной комедии лежит мистическая история героя, отправившегося после смерти возлюбленной Беатричи в путешествие по загробному миру, в котором он проходит девять кругов ада, чистилища и сферы рая. В процессе странствия Данте встречает своих современников, знаменитых личностей прошлых эпох, со всеми их радостями, печалями, политическими убеждениями, жизненными пристрастиями и с позицией гуманиста и мудреца дает моральную оценку совершенных дианей. На протяжении нескольких столетий литературоведы по-разному толковали смысл божественной комедии, но всегда неизменным оставалось следующее это понимание огромной ценности этого гениального произведения. Поэма представляет собой настоящую энциклопедию политической, культурной, религиозной и научной жизни Средневековья. Поэма отличается необычайно четкой, продуманной композицией, в ней нашло отражение своеобразия художественного стиля поэта. Он делит свое произведение на три части, каждая из них посвящена изображению определенного места в загробном царстве. Мы уже говорили, это ад, чистилище и рай. Каждая часть, в свою очередь, подразделяется на 33 песни. Вообще, вот это вот троичное деление характерно для всей поэмы и является глубоко символичным, так как оно воплощает в себе христианскую идею о Троице. Поэма Данте оригинальна, но при ее создании Данте все же опирался на многочисленные средневековые и античные источники. Поэтому произведение построено в виде довольно популярных в средние века видений или хождений по мукам, которые в поэтической форме повествуют о скитаниях человека по загробному миру и о постижении им тайн этого мира. Но если целью этих скитаний было показать греховность земной жизни и обратить внимание людей на жизнь загробную, то автор божественной комедии хочет показать и стремиться к этому, как искоренить пороки общества, а в страданиях грешников в аду призван побудить в человеке желание исправить свое земное существование. Поэт не уводит читателей о реальности, но заставляет полностью погрузиться в эту реальность, задуматься над своей жизнью, переосмыслить в свете порученных знаний. Из античных источников божественной комедии наибольшую роль сыграла Эниида Вергилия, где описывается, как Энэй спускается в подземный мир с целью увидеть своего покойного отца. В поэме чувствуется удивительное поэтическое мастерство Данте, не имеющее себе равных в первой литературе. Он обладал уникальной способностью с помощью нескольких штрихов создать образы, которые глубоко отличаются друг от друга и отличаются между собой. Все персонажи конкретны и индивидуальны. И именно это усиливает ощущение их реального существования. В божественной комедии ярче всего проявилась противоречивость характера поэта и его творчества. Здесь сильнее всего ощущается переходность той эпохи, в которой она была написана. Религиозные тенденции тесно привлекаются в ней со средневековыми устремлениями. Особенно важную роль в этом играют аллегории, которыми в принципе все произведение пронизано. Каждый момент в нем истолковывается не только буквально, но и иносказательно. И причем в нескольких планах. Это план моральный, религиозный, биографический и другие. Читая произведение, читатель поражается тому, каким богатством художественных форм пользуется автор. Каждая из частей имеет свой фон и имеет свою окраску. Например, в аду преобладают мрачные тона, зловещие краски, мистическое сочетание красного и черного цветов. И это наполняет душу ощущением чего-то страшного, тревожного, неотвратимого. В чистилище этот пугающий тон меняется бледным и туманным. Голубые, зеленые, золотистые цвета появляются детали живой природы. Это море, скалы, луга, деревья. А в рай уже другая краска. Это блеск, прозрачность, наполнено все волшебным светом, гармонией, мелодичностью. Это разнообразие поэмы помогает автору передать смену своего настроения, утвердить оптимистическое начало, пробудить стремление к лучшему. В ярком тоне рая он не хочет показать прелести жизни после смерти. Он призывает людей создать такую жизнь светлую на земле. Стараясь придать еще большую убедительность своей идее, Данте прибегает к сильному энергичному языку. Он не останавливается перед грубыми выражениями, то есть это какие-то просторечные выражения, так как опасается, что его стих недостаточно хриплый и скрипучий, как требует зловещая жерла, куда спадают все другие кручи. Характерно также и то, что поэма написана народным языком, так как Данте стремился быть понятным самым широким кругом читателей. И, конечно же, он в полной мере достиг своей цели. Трудно переоценить влияние Данте на литературу. Этот литературный памятник живет уже 700 лет. Это не одна жизнь. Кроме собственности своей жизни более 700 лет комментирования божественной комедии, он проживает еще множество других, которые расходятся от него как круги на воде. Литература по следам Данте это как бы спираль, которая уходит в бесконечность, это интерпретации, и они вшиваются в искусство на уровне культурного кода. Уже 700 лет Данте влияет на литературу так, как до него никто не влиял другой. Наверное, по степени влияния его может опередить только священное писание. В европейской литературе все писатели так или иначе находили в Данте свой источник вдохновения. Романтиков подкупал особый лиризм его платотинических отношений с Беатричи, образ путешествия внутрь себя. Модернистов привлекал образ сновидения, в котором выстраивается целая вселенная. Но остальных привлекает композиция, которая всегда была и остается эталоном для воспроизведения образа мироздания. Распространено мнение, что культура раз за разом переживает своеобразный подъем, проходят пики влияния Данте. Это происходило в разные эпохи, за исключением просвещения, когда космогонизм божественной комедии был неактуален. И Данте особо даже не печатали. В эпоху нового времени писатели особенно сильно прониклись Данте. С их помощью сформировался облик поэта-романтика, поэта-одинокого, Данте с его алым капюшоном и трагическим профилем стал эталоном романтического мифа. Все в нем привлекало невероятная любовь к Беатричи, положение трагического изгнанника, тонкая связь с потусторонним миром. Одним из таких романтических последователей Данте становился Байрон. В главном его произведении молодой английский аристократ и распутник стремился постичь цель своего существования и отправился за ним в путешествие, попутно Герой посещает Португалию, Грецию, Германию, любует за пейзажами, философствует о нравах. Когда он достигает Италии, мы понимаем, что Италия становится для него подобием рая, хотя герой здесь не находит покоя, но это ему не нужно. Образ планетарного путешествия с целью обогащения сознания и приведения его к более совершенной ипостаси любимый сюжет романтиков, которые видели в божественной комедии не космогоническое изображение мира, а историю личных переживаний, личного пути совершенствования через все грехи мира к очищению души. В Англии эти влияния принес еще Джеффри Чосер, прибывший в Италию и привезший с собой тексты Данте на родину. Известно, что он встречался с Бокаччо, прямым наследником Данте, и очарованный им даже учил итальянский язык. В кентерберийских рассказах мотив путешествия, паломничества, смысл образующий, конечно, он близок к рыцарскому роману, однако мы видим зашкаливающее количество заимствований с Дантой, Петриархией и Бокаччо не только на уровне композиции, но и в отношении самого текста. Например, в поэме Parliament of Falls, которая была создана по случаю бракосочетания короля Ричарда II, есть почти прямая цитата Конферно «Я увожу к отверженным селеньям». Чосер обожал Дантовы мотивы ужаса и сострадания грехам. Он прочно интегрировал их в английскую литературу одним из главных символов, который в дальнейшем станет поэтический жанр элегия. При этом часто английские авторы вовсе не знали, что и в чем лежит источник тех или иных идей. С точки зрения путешествия, путешествия сон у самого Чосера встречается почти безупречно. Это дантовская композиция паломничества к некоему храму славы, и этому посвящена ранняя повесть автора. Чосер абсолютно уверен в том, что Данте путешествует во сне, и у него герой тоже засыпает, а засыпая совершает свое путешествие. 15 век комедия проникает в Испанию, Францию с помощью маркиза де Вилена, который переводит Данте на испанский в 1428 году и вслед за ним сразу же оживляется испанская поэзия в лице де Сантильяне. Французская литература косвенно ощутила его влияние в произведениях Кристины Пизанской, Монтеля и Рабле. Правда, в отличие от испанской и английской, французская поэзия не слишком прониклась Данте, ее куда больше привлекал лиризм Петриарки. Неразделенная лишенная плотского начала духовная любовь это еще одна тема божественной комедии. Она разошлась по всей мировой литературе. Беатриче, культ прекрасной дамы появились, конечно же, давно до Данте. В провансальской поэзии в кодексе тонкой любви в этом Данте всецело следует своим предшественникам, но образ дамы как объекта любви, как объекта воспевания, неподвижного, абсолютно отстраненного, доведен у него до невероятного масштаба. Любовь к Беатриче и изгнание из Флоренции стали теми двумя романтическими триггерами, на которые реагировал каждый писатель, хоть чуть-чуть следовавший канон романтической литературы. Поэтическая традиция Европы оттолкнулась от этого образа и начала генерировать женские образы одним за другим. Прекрасная дама, которая обладает несокрушимой властью над судьбой возлюбленного, в определенный момент стала персоной номер один в литературе. Герои романтиков превращали свою жизнь в служение даме, начиная с Петрарки и его Лауры и продолжая юным вертером, страдающим по своей лотте. Эти сюжеты не утратили своей актуальности. Относительно недавно были созданы из Сирана де Бержирак, Эдмонда Ростана с его образом золотовластой Роксаны и зависть Алеши и тысячи других не менее выразительных примеров. Движущая сила платонической любви руководила и дикой датурой Мартина Идена и героями Куприна. В них сливались воедино духовные поиски и идеи судьбоносной бестелесной любви. Конечно, это были куда более рельефно выписанные земные женщины. Однако, факт остается фактом. Впервые после веков существования только лишь одной почитаемой женщины, а ей является Богоматерь, появляется и другая реальная земная женщина. Одним из самых тонких комментариев к теме любви у Данте оставил Борхес в своих девяти эссе. В них излагается прензительная концепция происходящего в поэме. Согласно ей, Данте создал комедию только ради того, чтобы поставить в эту комедию свою встречу с Беатричей. Мы привыкли считать, что для Беатричи Данте не значило практически ничего. Пара встреч вежливое приветствие. Однажды она якобы над ним посмеялась. Все основания считать у нас есть, что их взаимоотношения полностью происходили в голове Данте. И когда тот описывает встречу с Паулой и Франческой, мы вспоминаем об этом безо всяких на то намеков, только зная характер его отношений с любимой женщиной. Можно представить, с какой горечи он думал о греховном, но все-таки бесконечном счастье двух влюбленных. Вероятнее всего, он завидовал судьбе и именно по этой причине лишился чувств при встрече с судьбой. Невозможно представить, чтобы до или после Данте кто-либо создал подобную целостную концепцию бытия, самую масштабную существующих с ее кругами ада, с девятью концентрическими небесами, только для того, чтобы вставить в нее встречу с погибшей возлюбленной. Именно Данте открывает такую особенность авторской литературы, как создание собственной концепции мира, ну или еще можно назвать это миром фэнтези, альтернативной фикциональной реальности. Вслед за ним такую попытались выстроить Джованни Бокаччо, автор и отец нового жанра новеллы, на первый взгляд плохо приспособленного для выражения философских концепций. Например, в пастушеской идее Бокаччо-аметто грубоватый главный герой проходит путь облагораживания, слушая рассказы семи нимф об их любовных приключениях и добродетелях, с ними связанных. Здесь своеобразной концентрированной вытяжки дается этическая картина Данте, правда носителями ее выступают не лучшие мира сего, а довольно веселые земные нимфы. В конце ровно так же, как и в комедии появляется сама богиня Венера в ослепительном сиянии. Мы понимаем, очищение от греха, однако, излагает он эту концепцию в куда более свободной и произвольной форме. Новелла Бокаччо это квинтэссенция чувственной любви. Декамерон буквально земной аналог божественной комедии, в котором исследование мира осуществляется через иронию, а не через проникновение в суть вещей и их классификацию. Бокаччо создает человеческую комедию, актуальную и острую, но без своей предшественницы божественной комедии. Она превратилась бы в вереницу анекдотов. В этой комедии есть место действия, точно обозначено время и ярко в анекдотичном ключе прописаны взаимоотношения между персонажами. Для Данте во главе всего стоит отрицание Плотского, для Бокачча же Плотском заключена высшая ценность. Свою поэму «Любовное видение» он пишет, сверяя композицию с комедией и ее направлением от мрака к свету через созерцание человеческих пороков. Но правда невероятная витальность натуры Бокачча не дает ему пройти мимо этих грехов, не насладившись ими, но в русле композиционного построения он остается верен своему учителю Данте. Поэтическая концепция божественной комедии повлияла в это время не только на художественную литературу, но и на научные изыскания. Например, «Гармония мира» Иоганна Кеплера это пример, в котором он прямо отсылает читателя к символике Рая из божественной комедии. Ученый трактат о соответствии геометрических форм и движений планет апеллирует к поэтическому тексту Данте, который не претендует на звание научного, а напротив предельно близок к средневековым теологическим трудам. В XVI веке Данте начинает казаться слишком близким к средним векам своей тщательностью, даже дотошностью в изображении последовательности явлений или грехов. Просветители в этом отношении не устраивали ни Виргелий, ни Гомер, которых в это время считают пустословами. Вольтер, например, обвинял Данте в полном отсутствии вкуса, в жестком, статичном стиле и лишенном красоты языке. Через четыре века после появления божественной комедии Джон Мильтон вслед за Данте создает свою концепцию мира. Эпическая поэма «Потерянный рай». Кстати, именно Данте принадлежит авторству самого жанра эпической поэмы. В ней Мильтон вслед за Данте расчерчивает физическую карту ада, используя подобие греческой мифологии с ее подземными реками, огненными озерами. Интересно, что здесь романтизируется облик дьявола, который становится чуть ли не самым привлекательным персонажем в мировой литературе вслед за Мефистофелем Гетой или романтовским демоном. У Данте Люцифер играет роль функции, у Мильтона дьявол отчеловечен. И это, естественно, романтическая парадигма XVIII века в это время закономерно берет свое, выстраивая незримый мост между поэзией Ренессанса и эпохой классицизма. Данте стремится потусторонний мир упорядочить и классифицировать. Для Мильтона в этом нет необходимости, так как его патетически восклицательная манера описания ада иносказательно, поэтически затушевана. После того, как в конце XVIII века в России страшно популярно становится все итальянское и создает целый культ прекрасной Италии, Гоголь Николай Васильевич уже в XIX веке замышляет создать собственную божественную комедию, приобшившись через нее не только к европейской культуре, но и к средневековой традиции трактата. Мертвые души апеллируют к Данте не столько жанрово, но и стилистически. Действительно, Гоголь начал создавать ренессансную трехчастную поэму, которая посвящена точно такому же путешествию сквозь ад. Впервые после Мильтона литературное произведение опирается на божественную комедию так явно. Герой мертвых душ путешествует по российскому аду. Все архетипы Данте переведены Гоголем на язык русской жизни, обличены в карикатурную форму и помещены во невременное пространство. У Гоголя получается выдуманная Россия. Это место, где напрочь отсутствует свет. Ну и, смотря на эту ироническую интонацию, Гоголь воплощает самые что ни есть дантовы этические ценности. Путешествие Чичикова начинается именно с Манилова. Это человек, который еще ни то, ни сё продолжается вереницей мерзейших персонажей. Один персонаж хуже другого и символически завершается Плюшкиным, которого, как мы знаем, Гоголь планировал возвысить и очистить во втором томе мертвых душ. Данте на протяжении первой песни пытается замерить степень вины грешников, точно так же, как и Гоголь во втором томе Пут Чичикова должен был проходить мимо сибирского монастыря, с которого должно было начаться духовное возрождение героя и его способность получить собственную виду нового, новую жизнь. В контексте российской географии вектор движения Данте, который лежал вдоль земного диаметра, совпадал бы с путешествием с запада на восток. Однако, суть самого возрождения России только угадывается в едва намеченных контурах. Как всем известно, Гоголь сжег второй том мертвых душ, не найдя художественных средств для убедительного изображения чистилища и рая Алярус. Его России по-прежнему суждено оставаться в пространстве отверженных селений. Да куда увлекательнее для русского народа описывать ад? Он много больше напоминает реальный мир. Хотел ли главный острослов Гоголь изображать рай с его застывшими в световых облаках праведниками? Хотел ли лишать себя возможности понасмешничать? Вряд ли. Гоголя, как и всех авторов 19 века, интересует прежде всего ад. В 20 веке он и вовсе приобретает пугающе зримую форму. Уважаемые слушатели, я вас благодарю за интерес к теме. Надеюсь, что данная лекция была вам интересна и полезна. Влияние Данте еще много веков, я надеюсь, будет оставаться существенным на мировое искусство, в частности на литературу. Очень много авторов последовали за Данте и одним из самых известных последних авторов является Дэн Браун с его кодом до Винчи, который взял божественную комедию Данте в основу своей книги и создал целую историю, целую вселенную, которая происходит с его героями. Благодарю вас за внимание.